Камон! Господа, я приветствую вас! Знаете, в чем фишка? С детства хотелось кабриолет Но судьба была жестокая и не позволяла мне почувствовать весь кайф этого прикола Знаете, уже ближе только к годам я понял, что можно сделать со своими руками Нужен всего лишь китайский стульчик жив, немножко досыд из кропы и как бы вот, ты уже мчишься по лесу, наслаждаешься Ну что я могу сказать? В целом, ребят, кабриолет это херня Потому что дует, комары Короче, не о чем Суть не об этом Сегодня мы обсудим автомобиль, с которым связана масса легенд То, например, как неудобные сидения, фенуловый запах от пластика в салоне такой, что хочется ехать на крыше Это, собственно, чем я и занимаюсь Постоянная ломучесть подверженность коррозии Но я вам хочу сказать, что легенды, а не на твои легенды, что часть из них, в общем-то, правильно а часть не имеет под собой никаких оснований Поэтому вот сегодня мне удалось раздобыть такой автомобиль как раз и замечательно, что он эксплуатировался на моих глазах Я лично знаю его историю, историю в эксплуатации поломок и недостатков, а также преимуществ И смогу вам о ней объективно рассказать, собственно Тем более, сейчас таких машин появилось много на вторичном рынке Да что ж такое? Качаетесь, как кабрики, я говорю, что не все так здесь шоколадно Вот, машин появилось много на вторичке Тем более, цена их там в возрасте трех лет, как мы сегодня осмотрим, примерно равна на 500 тысячам рублей В общем-то, они стали широко доступны от автокредита и в целом для людей, не обладающих большими деньгами но уже желающих получить некие, так сказать кайфы от почти нового автомобиля Так вот Собственно, давайте пройдемся тогда Вот как раз вот подъехали, так получилось совершенно неожиданно причем И обсудим, собственно, автомобиль Ну что, свинота, ты еще снимаешь? Свинота еще снимает Повезло Завернемся Так вот, собственно, автомобиль как вы поняли автомобиль страдает редким заболеванием его укусил клещ и поэтому у него теперь бельмо на номерах Ну, простите ему это, в конце концов Китай, все мы понимаем Так вот, китайский автомобиль Great Wallhover в нашей стране чрезвычайно уже распространен доступен уже в массе комплектаций в принципе уже и неплохих но, к сожалению, уже за и неплохие деньги Вот Данный экземпляр, как мы имеем это три года пробег 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 мы сейчас узнаем, когда ключи вставим имеет какой-то пробег Собственно двухлитровый мотор одна из таких более-менее базовых комплектаций это так называемый H3 но уже с салоном H5 в общем-то так, смотрим давайте сейчас для начала что мы узнаем? мы узнаем, сколько у него пробег для начала мы его откроем мы его, наверное, откроем да, нам повезло, господа а пробег у него скажу я вам да что ты представляешь пробег всего 54 тысячи с одной стороны за три года не так много это получается там 17 тысяч в год ну, в общем-то, стандартный пробег машина единственное, что нужно признать ну, ездит как бы круглый год с зимней эксплуатацией со всей остальной ботвой но она не ездит по городу то есть на ней не ездят каждую неделю на работу и обратно но зато на ней ездят каждый день ой, каждую неделю по... сколько же она проезжает получается по 300 км в неделю собственно, до дачи и обратно дача не самая близкая но позитивная собственно, что мы имеем вот сразу кидаются в глаза, ребят три года вот по китайским автомобилям очень тонкий слой красочки то есть, если вы будете искать машину трехлетку вот эта машина никогда не полировалась она не бита, не крашена тем не менее, она не имеет коррозии но проблема по лакокрасочному покрытию что все шоркается то есть, любая веточка она оставляет сразу борозду почти до хрома то есть, справедливости радости не до хрома, господи до грунта нужно сказать, что это не ржавеет но выглядит это, к сожалению, не эстетично крайне в данном случае еще черный цвет как бы он выдает все недостатки лакокрасочного покрытия сразу же, моментально ну, не давая шансов нам как-то еще вот так вот поездить типа виду не подавая также вот из приколов например ну, я поверну что вот помутнели повторители поворотников на зеркале заднего вида то есть, изначально они, естественно, были такие прикольные, прозрачные один из основных косяков из самых основных он кроется на порогах то есть, опять же, связано это с теми же дефектами лакокрасочного покрытия то есть, вы видите, что вот здесь вот порожек он просто протерся не до даже хрома уже до металла и металл начал характерно рыжить то есть, в принципе, понятно что это, конечно на скорость не влияет и устраняется двумя баллончиками и с краской и с лаком и сверху какой-нибудь пленкой заклеить и можно жить в общем-то, проблема это не является но тем не менее, как видите то есть, просто от штанин протерлось то есть, соответственно вот это беда как бы, ну, пока она не ведет к критичным каким-то там моментам и покупая машину в возрасте после трех лет вы можете быть уверенными что даже если есть какие-то царапины сколы то это не приведет никакой коррозии как часто пишут в интернетах что прямо все вот камушек сколол и дыра через полгода что Китай из фольги надо признать что он действительно из фольги но как и так же нужно признать что как и все на фольге же, да, остановился? вот то есть, но чтобы по шумоизоляции фольга, она хорошо очень играет получается, что ощущение, что ты едешь как кастрюли но это хорошо знают покупатели Лада Гранта Логан и прочих кредитных тошнотов поэтому, собственно, здесь уже в стоке как бы, ну, хотя оно все и звучит как-то но более-менее прилично потому что изнутри, ребят я карты снимал смотрел лично есть уже вибропласт его чуть-чуть он буквально вот такими вот квадратиками там здесь за колонками еще где-то но он уже наклеен то есть металл не совсем голый что-то уже применено значит еще еще из косяков по пластику пластик он как бы царапучий очень потому что с одной стороны вроде жесткий но как-то вот имеет такую особенность то есть он при малейшем контакте везде остаются вот такие вот шорки еле заметные но они как бы есть от них не деться причем эксплуатация данного автомобиля я не могу назвать прямо экстремальной хардкор то есть в принципе эксплуатировать автомобиль небрежно но при этом аккуратненько то есть так вот так же по пластику салона можно сказать что зазоры которые были изначально завода они вот по ощущениям немножечко увеличились то есть пластик как будто ссохся вот как бы при этом особых вот сверчков вот только что гнал машину я не заметил то есть сверчит что-то там в багажнике как всегда но в принципе ребят это все ерунда вот новые дешевые вольксвагены абсолютно скрипят точно так же а этой машине три года и вроде как все ничего каких-то дополнительных шумов по трансмиссии по подвеске не появилось то есть делались только плановые техосмотры давай тогда облетим посмотрим вокруг что ничего нет люди убедятся делались то есть только плановые техосмотры помимо них менялось ну ввиду с очень большой напряженной поездкой на север страны менялись просто амортизаторы с пружинами задние потому что машина шла долгое время груженная и из-за этого немного так сказать пострадала но в целом ребят вот сейчас я ехал по сайлентам по амортикам никаких нареканий машинки 50 сколько там сказал 4000 да все like new вообще никаких проблем абсолютно что касательно багажника я честно говоря не знаю что мы сейчас там увидим потому что я туда давно не заглядывал а ну мы там не увидим ничего страшного то есть вот вчера специально распорядился выгрузили 9 мертвых проституток поэтому сегодня все чистенько свежо но вот есть проблема видимо вот покажи сюда то есть видимо надо было с них сначала снимать каблуки поэтому обломала изначально вот одну шпильку крепления шторка шторка нужно признать вам ну не очень удобная но это уже относится больше к обзору если вам интересен обзор вы посмотрите обзор а мы обсуждаем исключительно какие-то недостатки или преимущества вот в остальном опять же то есть никаких проблем шоркающийся пластик да ну срежиссировали класс кстати вот ради повышения популярности нашего шоу я могу вам сказать авторитетно что данный оператор видео попал в это шоу через постель мы не будем скрывать всей правды так вот дальше все хорошо перегалили лампочки и как аж третьих до рестайлинга где здесь были задний ход фонари установлены в это место здесь уже накладочка другая пластиковая все часто жалуются что шла ржавчина она на самом деле шла от саморезов которые тупо здесь находились и прикручивали вот фонари подсветки в данном случае люди уже сориентировались на заводе здесь все пластиковые защелочки одна из них правда видите отломилась ага у нас изолентика ну нормально работает и уже колхозная камера заднего вида но она здесь может быть также штатно абсолютно так что все в порядке в общем сзади те недостатки которые были по ржавчине на более ранних версиях они все устранены здесь уже проблем никаких ну вот в целом вот специально перед обзором ходил пытался долюбиться как то до автомобиля узнать все таки где же что же наверняка же где то будет ржа что все таки мы что то увидим нет ребята нет оно не ржавеет к сожалению вот я вам только могу показать еще пороги чтобы вы поняли что вот вот единственная проблема это лакокрасочное покрытие вот правый задний порог вот мы видим та же байда все прошоркано до металла металл начинает слегка ржаветь ну естественно потому что место такое под порогами оно всегда приедет это не проблема так же вот самое жесткое это вот правый передний порог вот мы видим то же самое вот пожалуй это основной недостаток автомобиля который вот собственно есть в течении трех лет появился при том что с машиной повторюсь особо ничего не делали она не бита не крашена за ней не следили каждый день ее не мыли даже раз в неделю не мыли то есть эксплуатация вот обычная самая так же обломилась пойдем как это и часто пишут на форумах уберем бельмо но не надо ребята карточки кингстон десятого класса скорости это полная херня хер там они десятый класс скорости оно вечно слетает проблема этих машин часто обсуждаемые на форуме известные всем ребят поэтому если вы будете брать трехлетку то что вот здесь все в саморезах и потрескано это нормально юбка действительно адово низкая то есть если эту машину не лифтовать что в принципе делается на самом деле чрезвычайно легко и бюджетно то юбочкой вы будете постоянно везде шоркать и будет отлетать заглушечка внимательно следите но из остальных проблем ребят ну перегорали лампочки и слетел датчик положения осторожно датчик положения а нет короче гребаный датчик в переднем мосту слетел и машина подумала что постоянно включен передний привод что впрочем никак не повлияло на ее способность передвигаться скорость и комфорт от езды то есть в целом проблем опять же никаких мне звонит он позволит потом сейчас я вскрою капот покажу вам собственно суть честно говоря капот я открывал здесь как-то один раз и не очень знаю как он открывается но мы сейчас это посмотрим вдвоем а хер его знает ребят как он открывается блять а ведь это потом не вырежешь какой позор а о все да ладно а что он открывается так а где рощажок фигасе о панце все я понял ребята вот так оказывается так сказать просовываешь и двумя пальчиками так приятненько хлоп и все и открылось да косяк штатный аккумулятор к сожалению умер через полтора года вот это реально в принципе проблема но проблема не только этой машины а всего собственно современного автопрома лампочки перегорают в данном случае вот буквально сегодня утром тоже она скончалась ну как сами понимаете это такие рассказы из разряда что машина говно колеса прокалываются но вот в целом все так мотор не мылся как видите ничего нигде не течет вот он реально три года не мытый никто ничего не делал что это да вот почему то щуп был так не до конца а что у нас с маслицем а хрен его поймешь мы же не протирали ничего маслица даже чистая видимо недавно минена в общем а так все огонь что еще случалось да ничего собственно не случалось плановое ТО ни разу машина не подвела заводилась а один раз не завелась какой-то мороз потому что как уже обрисовывалось были проблемы с аккумулятором в остальном все работает как часики какие-то лампочки ну вот поменяли амортики это я говорил что-то еще что-то еще что-то еще в общем кроме плановых ТО никаких особо вложений машина не требовала сюрпризов не преподнесла отсюда вывод ребят если вы хотите купить в целом надежный автомобиль трехлетка это получается эта машина десятого года именно в десятом году пошли так называемые аж пятые и вот аж третьи рестайлинговые то можно брать скажу вам авторитетно если вы готовы забить болт на унылейший двухлитровый мотор абсолютно с мизерным моментом из-за чего трогаться каждый раз приходится ну минимум с полутора тысяч оборотов может быть больше я не знаю очень это плохо или нет просто я уже давно езжу на дизелях и привык трогаться просто отпусканием педали сцепления и все без газа здесь как бы так не прокатывает но вот ощущение когда эта машина была новая я на ней ездил прямо только после салона именно на этом аппарате и собственно ездил на нем и сейчас вот могу сказать что за три года автомобиль не утратил своего как то комфорта ощущение вот той новизны и едется он действительно так свежо в целом без нареканий все по честному и сейчас эти трехлеточки десятого года стоят в принципе от 500 тысяч в интернете их можно покупать смотреть и если вы увидели все обусловленные косяки если красочка вот такая вся шорканая никогда не мытая в принципе не нужно этого пугаться все заводское но к сожалению есть некоторые издержки что вы хотели за эту цену в остальном рама все показатели развал все здесь в норме никто с ней ничего не делал только в данном случае стоят тут не родные диски они немножко шире но при этом кстати еще штатная резина как бы летняя она деревянная но вот комфортно по асфальту на бездорожье к сожалению ребята она пасует но что поделать как бы одинаковой резины не бывает для асфальта и для бездорожья хорошей поэтому как то так три года китаец можно брать точно не гниет точно адова не ломается все обслуживание согласно ТО берите катайтесь плодитесь Иисус любит вас рок-н-ролл в рамках при линии чисто выпить руководит пытаетесь